Дорогие друзья, это зона Лазерсона. Несколько видов ленивых голубцов показывал. Голубцы с гречкой вегетарианские показывал. А самые обычные голубцы и не показывал. Посмотрите мою версию голубцов. Ну, голубцы начинаются с капусты. С подготовки капусты я сейчас, смотрите, что сделаю. Как могу углублюсь, так сказать, в область кочерыжки, тогда я освобождаю листья в их основаниях. Видите, я немножко еще уйду вглубь. Все, мне пока этого достаточно. Вот у меня вода, никакой соли здесь не надо, ничего. Я, конечно, вот этой частью, частью, которая основания листьев вниз, видите, воды мало, поэтому я не наливаю много воды, чтобы она вдруг из берегов не вышла. Сейчас я долью из чайника. Я буду иногда вилок переворачивать все-таки. Он чуть-чуть, видите, у меня будет торчать. Все, это занимает время, но чтобы его не терять, можно заниматься подготовкой фарша, как вы понимаете. Значит, рис. Кстати говоря, в фарш для голубцов можно класть не только подваренный рис. Я сейчас буду его подваривать, но и, например, булгур. Модная тема. Я сегодня остаюсь в рамках традиционных голубцов. Рис, сполосну его, заливаю водой где-то полсантиметра, друзья, полсантиметра. Вода выше уровня риса. Я его сварю процентов на 80. Значит, когда он закипит, я могу его присолить. Пусть он немножко возьмет в себя соль, это будет неплохо. Сейчас он, когда начнет закипать, я его перемешаю, чтобы он не приварился к дну. Потом под крышечку 10 минут, и он будет в нужной степени готов. Сковородка у меня стоит, видите? Я сейчас вот так вот маслица сюда. Сейчас я сюда нашинкую лука. Так, лучку я люблю, чтобы было много. Он пойдет у меня двумя путями, этот лук. Так, поэтому его много. Он будет использоваться в двух, так сказать, направлениях. Это лук, и теперь натру морковку. Я сейчас поменяю, ребята, вот так, чтобы вы видели содержимое сковородки. Видите, рис у меня закипает. Я сейчас его подниму со дна, чтобы он не приварился. И уменьшу нагрев. Сейчас у меня стоит на девятке, я уменьшу до троечки. И под крышку. 10 минут, таймер заведу на всякий случай. Теперь я качанчик, видите, сейчас вот так вот переверну на ту сторону немножко. И морковка пошла натираться. Видите, я время не теряю. Я постоянно что-то делаю, пока листья готовятся. Овощи всегда надо натирать в одну сторону. И сыр, кстати, тоже. Все надо натирать в одну сторону. Видите, я только работаю, видите, сверху вниз. Вот она морковка. Тоже хочу много, чтобы было морковки. Вот уже есть повод снять пару листиков. Видите, они уже отделяются. Сейчас я возьму пинцет. Это удобно делать пинцетом. Я возьму сейчас еще мисочку. Видите, пару листиков уже. Я сейчас опять переворачиваю. Вот еще один пошел, листик освободился. Видите, красота. Все, работаем дальше. Параллельно, видите, у меня идет несколько процессов. Подмешиваю морковочку с луком. И тем временем я могу нарезать мясо. Значит, у меня комбинация сегодня говядины и свинины. Вот видите, это может быть комбинация абсолютно свободная. У меня, может быть, сейчас свинины на 10% больше, чем говядины. Поэтому здесь ничего не надо вымерять. Я нарезаю под мясорубку. Значит, рис у меня круглозерный. Я об этом не сказал. Круглозерный рис я предпочитаю для голубцов. Говядина. И вот пошла свининка. Я весь фарш сделаю, потому что оно голубцы как всегда готовится. Фарша делаешь, допустим, много, листьев не хватает. Значит, ты делаешь еще просто ежики. Потому что фарш, что ежики, что голубцы, в общем-то, это одно и то же. Я возьму кусочек сырого лука для фарша. И пока у меня сейчас варится, подготавливается капуста, обжаривается лук и морковка. Пока у меня все это готовится, я измельчу мясо в мясорубке. Вот видите, опять переворачиваю. И вот опять у меня уже получился один листик. Все, шумлю мясорубкой, ребята. Проведаю. Вот, посмотрите, у меня уже здесь лук с морковкой готовы. Я люблю немножко панировочных сухарей, да, всыпать в мясорубку, чтобы ее вычистить, хорошенько прочистить. Она мне толкнет еще мясо. Панировочные сухарики есть, вот чутка. Ну что ж, теперь вот эта часть немножко лука и морковки пойдет прямо в фарш. Я мог бы остудить, но тут ничего страшного нет. Примерно половина. Я люблю, чтобы был жареный лучок с морковкой еще и в фарше. А вот часть остается. Да, соль хорошенечко посолю, потому что там будет рис, он уже посолен, но все равно блюда, где есть рис, хорошо в себя берут соль, и она там, так сказать, менее заметна. Поэтому можно даже чуть соль усиливать. Ну и черный перец молотый. Вот у меня будет вкусняшный фаршик. Фаршик. Повторяю вам, что лук и морковку формально можно остудить, но это никак не влияет на фарш. Я и рис сюда сейчас положу горячий. Мне я совершенно этого не пугаюсь. Я там не хочу ждать, пока он остынет. Ничего с фаршем от этого, ну абсолютно ничего не изменится. Ну вот, рис готов. Прозвенело 10 минут. То есть я сейчас рис взбадриваю прямо сюда. На 80-таки процентов готов. Видите, он сухенький, потому что вся жидкость впиталась. Вот, риса может быть много, может быть мало. Ну, знаете, по моим, так сказать, оценкам, если сейчас взять фарш, то риса может быть, допустим, где-то четвертая часть от мяса, третья часть от мяса. Ну, кто-то и до половины положит. Допустим, если килограмм фарша, то полкило вареного риса. Смотрите сами. Все, я вот так вот смело, видите, прямо горяченный рис ввожу в фарш. Ничего страшного не будет. И сейчас я, конечно, сейчас немножко за счет фарша рис остынет. Я включу руку. Фарш вообще любит руки. Он любит, чтобы человеческие руки касались фарша. А мои руки, вы знаете, очень человеческие. Все, рука. Теоретически жареную морковку и жареный лук можно пропускать вместе с мясом в мясорубке. Можно. Но я кладу так. Все, фарш есть. Фарш у меня хорошенький. Рис интегрирован. Все здесь есть. Значит так, пока. Вот у меня сотейник с логотипом канала, кстати. Значит, сюда я в сотейник лук с морковкой. Сейчас я немножко водой смою. Это же ценная будет жижа, да? Вот так вот сюда. Вот это будет уже у меня база для тушения. Видите, подушку я делаю из сэкономленных лука. Вот еще три листика. И все, ребята, это огромная бадья уже пойдет в сторону. Сейчас я вам покажу, как работать с листами. Вот эта утолщенная часть, она всегда мешает. Как с ней поступают? Первый способ работы с этой утолщенной частью, ее надо срезать. Вот так, параллельно доске. И даже потом можно чуть-чуть по ней в этой части постучать. Это один подход к работе с утолщением. Второй подход. Есть и на иной подход. Давайте вот на этом листике. Можно просто взять и эту часть вырезать. Смотрите, я прохожу справа, прохожу слева. Вот что у меня получается, да? Писюнчик такой торчит. И я этот писюнчик срезаю. Вот я эту часть удалил, как хирург. Это еще один подход к работе с этим утолщением. Вообще говоря, по уму, знаете, как делаются голубцы? Вот мы подготовили листики. Так или сяк, неважно. Потом они все укладываются на поляну. У меня просто тут места нет. На каждый листик накладывается одинаковое количество фарша. И потом мы по очереди эти листики скручиваем. Я буду делать небольшими партиями. Видите, что у меня? Вот листик, вот листик. Значит, я подготовлю еще сейчас листик. И я вам сейчас покажу, как двумя способами можно крутить голубцы. У меня есть два способа. Может быть, у кого-то есть больше. Чтобы голубцы были одинаковые, я примерно буду стараться раскладывать одинаковое количество фарша. По котлетному способу, да? Деление фарша по котлетному способу. Ну, первый способ традиционный. Я подворачиваю вот так. Потом подворачиваю края вот таким конвертиком, да? Как мы обычно делаем. Вот так подвернул. Потом делаю заворот. И краешек, если получается, еще и подворачиваю под этот шовчик. Вот это один голубчик, такой конвертный голубчик. Да, вот подворот. А вот есть, смотрите, какой другой подход. Видите, надо начинать с утолщенной части, чтобы ее спрятать, вот этот разрез. Я просто скручиваю голубец в трубочку. Вот видите, вот, ну, это если считать трубочка, то есть, края торчат. А теперь я беру как фокусник и загибаю края внутрь, и они там приклеиваются к мясу. И получается уже компактная форма у голубца. Знаете, как фокусники себе в руку платок вот так пальцем, да, в кулак запихивают? Я сейчас примерно делаю то же самое. Вот у меня получается вот такой голубец с впихнутыми внутрь краями. Получается плотненький, хорошенький голубчик. Вот видите, вот он плотненький, он плотно скручен, он плотненький и хорошо сформирован. Я предпочитаю второй способ, когда я впихиваю края, которые приклеиваются внутри фарша. Поэтому я сейчас доработаю голубцы и потом покажу, как они будут начинать тушиться. Ну вот, ребята, вот они, да, напиханы голубцы. Вот смотрите, да, у меня остался фарш. Угадать очень тяжело всегда. Я мог бы, конечно, пару листиков маленьких снять, но я сейчас лил у ежиков. Традиционная вещь. Ежачки мои. Вот они пойдут сверху. Как раз хорошая будет наполняемость кастрюли. Первым делом съедаются ежики, конечно. Я впихиваю в бок немножко два лавровых листика. Вот так. Я могу даже немножко чесночка. Это так, для понту. Рубануть чесночку. Вот томатное пюре. Это могут быть резанные помидоры в собственном соку. Это может быть разведенная томатная паста, в конце концов. Это может быть натуральный живой помидор, нарезанный меленько, да. Я беру вот такую пассату, да. Вот она моя, смотрите. Вот так. И надо залить водой. Ну, можно и бульоном, если у вас есть какой-нибудь овощной, говяжий. А я возьму ту воду, в которой я варил капусту. Вот она у меня, та кастрюля. Вот вода. Я сейчас налью так половником сюда. И все, и вперед. Вот сейчас как раз вода будет проливать томатный продукт и уведет его вниз. Более-менее равномерно. Вот так обильно. Но это еще не все. То есть я сейчас вот это буду готовить почти до конца. Потом еще будет сметанная часть. Это еще не все. Присолю, естественно, саму жидкость. Все, варим быстро до кипения. Потом маленький нагрев под крышку. И будет тушиться, ну, где-то минут 40, я считаю. Ну, не менее получаса. А потом продолжим. Ребята, 35 минут тушились, голубцы. Смотрите, вот они. И сейчас еще трюк со сметаной. Значит, я сейчас беру сметану. Вот так сюда. Немножко оставляю для подачи. Сюда даю хорошую ложку муки. Даже еще чуть-чуть, вот так. И венчиком перемешиваю. Вмешиваю муку в сметану. Топереча. Смотрите, что я делаю. Вот так беру шмяк. Немножко вот этой жижи сюда. Вот так. И начинаю тренировать. Размешиваю до однородности, чтобы не было комков. Видите, я делаю такую сметанную забелку. А теперь я все это возвращаю сюда. Вот у меня тогда уже сейчас здесь все поженится. И у меня сейчас пробулькается вот такой уже томатно-сметанный соус. Поэтому еще, видите, пробулькается. Сейчас оно все перемешается более-менее равномерно. И вот это пробулькивание мне соус перемешает. И я сейчас буду готовить еще какое-то время. Мука все подхватит, загустит, соединит. Будет такая легкая густинка. И появится нежная сметанность с дополнительной кислинкой. Хотя мы кислинку от сметаны не почувствуем, потому что от помидоров есть кислинка. Но вот это для меня важный такой трюк. Я вот его навсегда делаю. Что еще вам имею сказать про голубцы, пока тут у меня все женится. Значит, голубцы можно делать совсем по-другому. Есть еще один классический способ, когда голубцы после того, как они набиты фаршем, капустные листы, обжариваются на сковородке. Потом делается похожий сметанный соус, но без томата. Голубцы кладутся на лоток. В лоток заливается до половины сметанным соусом, и они запекаются в духовке. Это еще один узаконенный способ изготовления голубцу. Имейте это в виду. И я могу немного еще дать сюда вот такого перчика. В конце вот это вот мои голубчики в такой вот заливке. Но сметана все равно подается к ним еще уже в тарелку. Все-таки я поэтому сметанки немножко оставил. Давайте сейчас будем подавать. Я ежики не подаю. Ежики я пока уберу в отдельную мисочку, чтобы мне было проще добраться до голубцов. Я выключаю, чтобы мне бульки не мешали. Сейчас просто немножко подстынут. А вот уже я раскапываю, например, голубчик. Вот один голубчик. Посмотрите на него. Посмотрите на него. Значит, теперь я наливаю сюда этот соус. Я люблю много соуса, ребята. Чтобы было вот так. Соус. И все-таки я сказал, да, что сметанка при подаче. Но это святое. Это святое. Сметанка при подаче. Я люблю еще себе грешным делом. Это уже для себя. И вот таким перчиком чуть-чуть черненьким пройтись сверху. И я люблю еще красненького перчика. Но это уже мои прибамбасы, так сказать. Не надо на меня в этом смысле смотреть. Я волю его вот так себе сделаю. Да, зелень здесь не нужна. Это вам, друзья мои. А это мне. А вот уже вот эти вот ежички. Смотрите, я сейчас как попробую. Вот так сметанки себе чуть-чуть еще. Вот так вот. Это ежичек. Все. Ну, я тогда имею представление о том, какие голубцы. Нежнейший. По соли. Тютелька в тютельку. Рис готов. Мясо нежное. Это были мои голубцы. А вы, ребята, делайте свои голубцы. Но желательно по моему рецепту. Зона Лазерсона. Лазерсон. Пока. Продолжение следует.